снова зил помните присказку зил говно возил в этот раз вычеркиваем слово возил и остается только говно очередное изделие от русского офиса д агостини и их костромских подельников во-первых снова зил 130 ну да конечно он deal 138 потому что газа баллонный но у этих недалеких клоунов не хватило сил и извилин сделать какую-нибудь надстройку на этом многократно изнасилованном базовом шасси просто воткнули красный баллон и закрашены в массе пластмассы и вуаля готова новая модель очередной выпуск журнальной серии автолегенды сср грузовики очередной зил 130 очередной кусок говна который надо купить за 900 рублей но и это еще не все костромские китайцы забыли или специально не поставили одну детальку на эту модель и это вовсе не винтили на газовом баллоне это задняя опора кузова с брызговиками и задними фонарями мелочь знаете ли и это не единичный брак это вся партия такая произведенная китайцами по заказу костромского подрядчика и принятая заказчиками из русского офиса д агостини кто кому и сколько занес или это просто от скудаумия и халтурного отношения к своему делу мы наверное никогда не узнаем но в киоске завезли этот зил 138 слегка кастрированный сзади ну добавим к этому набившую оскомину кабину зил 130 саму по себе да еще и упрощенную для выпуска журнальной серии это же автолегенда не хухры-мухры приправим это все убитой литьевой формы на которой изготавливают эту кабину помните неровный как будто растаявший оконный проем с водительской стороны ну так вот он здесь на своем месте как и на всех предыдущих журнальных зил 130 плюс как всегда кузов из пластика окрашенного в массе в лучших традициях давно почившего элекона ну и вспомним про традиционное китайское качество на этой конкретной модели помимо обычного и привычного мусора под краской силикона поверху всей модели и кривой косой сборки на суперклее еще и не прикреплена облицовка радиатора сказать бы заготовка да только ведь теперь надо не просто краской запастись и аэрограф прикупить с компрессором теперь надо найти где-то недостающую деталь ну если вам конечно не повезло купить это изделие помнится давным-давно когда китайцы похожим образом накосячили с моделью газ 51 а в основной серии автолегенды ср не поставив сиденья в кабине на части тиража де агостини вдруг расщедрилась и через какое-то время вложила в пакетик с очередным номером еще один газ 51 а на этот раз с сиденьями видимо кто-то из собирателей не просто на горячую линию де агостини позвонил а написал этим клоуном ну досудебную претензию например так что пишите им пламенный привет на электронную почту и звоните на горячую линию ее телефон вроде бы еще указан на сайте де агостини да и в выходных данных журнальчика его наверно можно найти пусть не расслабляются и в этот раз а еще можно написать обращение в роспотребнадзор нынче это просто через сайт в электронном виде в общем давайте не оставим этот косяк де агостини безнаказанным а то зайдешь на форум и почитаешь и диву даешься собиратели вроде бы слегка расстроены что за 900 рублей им втюхали какую-то недоделанную модельку но потом появляются варианты можно выпилить из деширака недостающие а можно взять в наборе автомобиль в деталях который на минуточку стоит раза в два дороже чем эта самая модель в общем каким-то совершенно удивительным образом наш собиратель даже оправдывает издательство которое продает откровенный брак это выглядит немного странно и непонятно так что если вдруг вас взяли в заложники то моргните и напишите в комментариях что вы думаете по поводу недоделанных моделей от де агостини в общем и целом это именно тот выпуск журнальной серии автолегенды sr который можно не просто совершенно спокойно пропустить на этом выпуске можно поставить жирную точку и не покупать изделия де агостини вообще потому что неуважение к потребителю к собирателю это видимо ну такая политика этого издательства как будто сидят они со своими костромскими подрядчиками такие ну давайте например упростим еще больше кабину чтобы не мешали ваша журнальная моделька продавать нашу автоисторию упростили смотри как покупают а давайте мы не будем красить кузова покупают отлично давайте мы уберем детали из ходовой части трансмиссии все равно покупают отлично давайте мы ну давайте мы задние фонари уберем а дальше что дальше машинкой будут выходить без бампера без кальто да хотя без колес у есть масштабная модель от де агостини и это тоже в общем-то зил был можно конечно считать это все случайным браком ну подумаешь китайцы забыли поставить какую-то детальку или при транспортировке колесо отвалилось но когда в продажу выходит тираж масштабной модели у которой не хватает заметной и важной детали ведь на дороге общего пользования гаишники не допустили бы такой зил-130 без задней светотехники да и без брызговиков задних тоже встречаются конечно масштабные модели например с плакатов автоэкспорта то есть те грузовики которые в реальной жизни не существовали их покрасили для фотосъемки и собиратели с удовольствием покупают и ставят на полку эти яркие красивые машинки ну а здесь что это масштабная модель с площадки готовой продукции только не комплектная потому что смежники не поставили задние фонари ну в общем какой-то бред мимо этой масштабной модели совершенно спокойно можно пройти мимо сам журнальчик в этот раз более или менее связано правда таким тяжеловатым советским языком рассказывает историю создания газобаллонных автомобилей на руси а издательство благодарит лишь шелепенкова до павленка которые в этот раз сами справились и никого из сторонних авторов звать не стали архив зила растащенный по частным заколуком видимо оказался доступен потому как из частной коллекции максима шелепенкова журнальчик попало довольно много не затасканных по этим нашим интернетом фотографий газобаллонных грузовиков производства завода имени лихачева в общем вполне себе можно и картинки поразглядывать и текст почитать хотя на литературном редакторе де гостини традиционно экономит точно так же как на модельках и местами трудно понять что авторы хотели донести до читателя благо у этих авторов явно большой запас исходной технической литературы и отчетов об испытаниях зиловских грузовиков в общем журнальчик вполне годный видали мы и гораздо хуже и в автолегендах и тем более в серии автомобиль на службе где в свое время тексты были вообще писаны левой и задней ногой в итоге этот выпуск журнальной серии автолегенды sr грузовики можно совершенно спокойно пропустить никаких оправданий очередному использованию затасканной формы зил-130 с дефектами литья и с откровенным браком не существует как нет и никакого смысла обсуждать попали ли китайцы в зиловский цвет кабины и зачем они снова экспериментируют с оттенками когда уже есть вполне приличные варианты окраски зиловских грузовиков производства тех же самых костромских китайцев без разницы тот цвет или не тот хорошо подобрали цвет пластика для кузова или нет без разницы эту модельку просто не надо покупать конечно ее смогут допилить те у кого много свободного времени и нечем занять руки и возможно в какой-то далекой деревне где нет интернета и никому не выдают пластиковых банковских карт чтобы заказать нормальные модельки этот грузовик и найдет своего покупателя ну только благодаря тому что какой-то безумный киоскер завезет эту недешевую игрушку в те края но такая ситуация маловероятно а большинство желающих уже или купили газобаллонный зил от ссм который не так давно видимо в пику да и агостини выставляли на распродажу или просто спокойно пройдут мимо ведь кормить и поощрять халтурщиков гиблое дело и дальше будет только хуже скажите не уж то все так плохо да нет в общем то неплохо и китайские производители например покрасили выхлопную систему и имитацию двигателя снизу серебрянкой для журнальной серии это большой шаг вперед и газовый баллон из красного пластика тоже необходимая и важная деталь для каждого собирателя но вообще конечно это ужасная модель совершенно неприемлемого качества пишите в комментариях что думаете про всю эту печальную газобаллонную историю от д гостини и не забудьте написать жалобу в роспотребнадзор и позвонить издателю на горячую линию